Надо вызвать оттуда, оттуда надо вызвать копиратов. Владимир Акимович наговорил столько всего разного и интересного, что хочется его дополнять, с ним спорить, соглашаться, возражать. И это, конечно, замечательно. Но я постараюсь придерживаться прежнего своего плана, хотя чуть-чуть понадобилось от него все-таки отступить из-за того же Владимира Акимовича. Здесь идет о коллайдере, всем известно, и о тех экспериментах, которые на нем проводятся. Там производится поиск некой... Чуть подручки, подручки. Подручки. Там на конце неплохо слышно. И в Дмитриеву полагает все. Да? Так? Получше, да? Хорошо, хорошо. Дело в общем. Разыскивается некая элементарная частица, новая. Называется она частицей Хиггса. Представляется дело так, что, в общем-то, это нечто радикально меняющее картины мироздания, и только открыть этой частицы не хватало для того, чтобы решить главные проблемы науки и физики, в частности. Поскольку доклад мой с автором, он относится именно к этой тематике, то мимо Хиггса пройти просто невозможно. Вот. Значит, в настоящий момент он считается почти открытым, почти открытым, там с некоторыми нюансами. Но это, так сказать, воздравие. Я говорю о нем так долго в преамбуле, из-за того, что под конец выступления я хотел бы кое-что сказать за упокой, вообще говоря, этой частицей. Вот. А наука в высшей степени политизирована, повторяю я вслед за Владимиром Акимовичем. И коллайдеры, они преследуют ту цель, чтобы как-то реабилитировать огромное поражение, которое потерпело так называемая стандартная модель устройства мира. Это фактические занятия построением физической картины мира. Это поражение состоит в том, и в этом вся надежда на будущие революционные изменения в науке. Значит, суть этой ожидаемой революции, просто не успел сказать это Владимир Акимович. Он бы все сказал. Все буквально. А дело в том, что признано существование чего-то материально присутствующего во Вселенной, помимо обычной светящейся материи. Оказалось, что вопреки стандартной модели устройства мира, которая опирается на общую теорию относительности, а это и большой взрыв, и отсутствие полной эфира в природе, и масса других еще вещей, против которых рьяно выступает последние лет 70-50, если не больше, эфирологи. И первым в этой плеяде противников теории относительности находится Ациковский. Вот это первое поражение. И вот эта вот альтернатива, противоположность той альтернативной науке, которая стремится развить свои представления на базе эфирологии, вот основой ее было отрицание эфира. И теперь для того, чтобы взять реванш и как-то исправить положение в свою пользу, это прежде всего политика, очень сложная. Стараются с помощью коллайдера, не считаясь с огромными затратами, и не считаясь с тем, что, в общем-то, делается это во многом ради шоу, а не ради науки, вот стараются протолкнуть идею существования этой частицы. О ней не нужно слишком много, но я хотел бы сказать, что она почти найдена, но еще не совсем, и что есть подозрения о том, что помимо той частицы, которую вот интенсивно в данный момент на неполной мощности нынешнего варианта коллайдера добывают, она почти найдена, но ожидается, что найдут еще пяток таких же. А то, что сейчас, в общем-то, обсуждается, может быть и не Хиггсом, а чем-то похожим, но помассить примерно тем же самым. Повторяю, это 125 гигаэлектрон-вольт. Я сказал, я не ошибся, тут я в этих, не то что, тут легко перепутаться. 125 гигаэлектрон-вольт. Это очень показательная цифра, и она озвучена буквально там пару недель тому назад, но достаточно уверена на торжественной пресс-конференции, и семинар, и, в общем-то, канон банкетов, и всего такого. И, в общем-то, все оказалось в аномази, и этот бозон Хиггса будто бы в кармане. Однако, проводя альтернативные исследования в области построения физической картины мира, причем в противовес стандартной модели устройства Вселенной. В том смысле, что используются не те представления новые, какие возникли с открытием, например, ускоренного расширения Вселенной, и скудным знанием о веществе Вселенной. Это всего 4,5-4% светящейся материи. Это ничтожно, это же позорно вообще, говорят, для той самой догмы, которая нависала над наукой в течение сотни лет. Так вот, для того, чтобы не связываться ни с темной материей, ни с черной энергией, хотя в них есть резон, есть резон, люди квалифицированные работают в этом направлении, для построения этой картины мира взяты достаточно известные частицы. А это Амер, Ациковского... Демокрита, извините. Ну, обсчитали его вы. Обсчитали его вы. Не отпирайтесь, как сказал вы. Амер, Ациковского, это Ациковского. Вот, Амер, затем Гравитон, Планкеон. А Планкеон, напоминаю, это некая частица является результатом коллаптирования Вселенной. Это по Маркову. Это наш академик Марков, противник официальной академии наук в этом отношении. Это его замечательная работа, называется «Природа материи». Ну, проходу ему не давали, так же, как и другим эфирологам, в частности Станикович, который известен, должен быть всем пожилым людям. Я уверен в этом. Это сродни Ациковскому. Вот, не в смысле родства, а такого же технического уровня. Ну, я так себе представляю. Может быть, я ошибаюсь, вы братьте меня, Владимир Акинс, если я ошибся в этом. Так вот, вот такие частицы. И в качестве еще одной частицы в комплект срединазменных мы взяли квантовую частицу, такую, как наша мегавселенная. Тем самым получился набор самых разнородных, в общем-то, компонент, иерархически подчиненных по части там масс, времен жизни, всего такого. А затем, поскольку эти вот данные старые, забытые, отбрасываемые систематически ортодоксальной наукой, они, в общем-то, культивировались такими энтузиастами, как Владимир Акинсович, в основном. Их немало, таких энтузиастов. Так вот, сделана была попытка их объединить, найти в них общее. И это сделано, просто составлена некая зависимость масс от времен жизни. Это не время, это совсем не то, что время, а времена жизни этих частиц. Но оказалось, что для некоторых из них, скажем, для того же Грабитона, можно время жизни сопоставить с возрастом, потому что они рождаются в определенное время, скажем, в начале существования нашей Вселенной. Они рождаются, а потом, сохраняясь во времени, они как бы обретают некий возраст. Это совсем не то, что время жизни. Тогда все это спуталось, очень своеобразно объединилось. И оказалось, что вот такая вот математическая поначалу структура, но с физической подоплекой все, в общем-то, обосновывать на эфирных представлениях, считая, ведь и Вселенная считается теперь на 96% массы своей эфирной. Это мегачастица, она же микрочастица в представлениях Маркова. Вот такая вот... Андрюш, выставь, пожалуйста, это рисунок наш сразу. Значит, после того, как графически это удалось объединить... Поближе, поближе, поближе. Ага. Да. После того, как это объединилось, вот на... С помощью графических построений оказалось, что это и симметрично, и, в общем-то, ну, красиво с точки зрения, ну, самых психофизических наших представлений. А дело в том, дело в том, что математика и физика рассмотрения вот такой вот картинки и такого вот физического объединения этих материальных образований приводит к рядам Фибоначчи и их подобию, к постоянной тонкой структуре. И, вы понимаете, ну, совсем не то, этим никогда не занимались особенно серьезно вот эти вот калифеи официальной ортодоксальной науки. Тем не менее, тем не менее, такие их представители этого вот ведущего, доминирующего направления, ну, по части возможностей и объема финансирования и количества людей, занятых в этой сфере, занимаются вот эти вот... Ну, я говорю о лауреатах Нобелевской премии, они заслушали свое видимо. Вот. А это Борн, это Паули, это Эйнштейн, далее Фейнман и там еще просто... Это уже за пределами моей... Дирак. А? Дирак? Видимо, Дирак. Совершенно верно. Совершенно верно, но он немножко сбоку припеку. Немножко. Вот. Ну, тут Сошки помельче. Эддингтон, затем Теллер, затем Гамов. Вот. 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 Вот такого вот. Все они копнули эту проблему постоянной тонкой структуры. Они ее не решили. Они... Они... Они вся... Гинсбург. Гинсбург. В обзоре он говорит, что это одна из ведущих проблем. В общем-то, нерешенных в своем обзоре 99-го года. Борис Альфович. Я... Я... Это нужно напомнить все-таки. Хотя мне... Садима Леонидович, я... Я закруглюсь. Очень, очень... Спасибо. Спасибо. Все правильно. Оказалось, что изучение постоянной тонкой структуры, которые вышли на основании вот такой вот эфирологии, чистой эфирологии. Никто не занимался никогда из перечисленных корифеев эфирологическим подходом такого рода явления. Это новый подход. Вот. Так вот, оказалось, что... Тут целый ряд проблем, но одна из них кончается, касается... Бозона Хиггса. Я на этом очень быстро закончу. Еще несколько минут, буквально. Дело в том, что из сопоставлений всего относящегося по-новому к постоянной тонкой структуре оказалось возможным проложить связи к процессам аннигиляции элементарных частиц. И здесь есть некоторая предыстория. Она достаточно убедительна. Мы этим давно занимаемся с коллегами. И этим занимаемся не только мы, но и эфирологи. Например, такой из них, как Ильин. Я не знаю, знаком ли вам Ильин. Я имею в виду его физику, его книгу, называющуюся «Физика за гранью фантастики». Аналогичный случай с бозоном Хиггса. Можно показать, что если на коллайдере будут находиться частицы, не только те, которые сейчас присутствуют. Сейчас поток Хиггсов ничтожно мал. Это один Хиггс в час. Если будут производиться Хиггсы достаточно обильно, и среди них найдутся, среди тех пяти запланированных по разумным математическим представлениям, какие-то есть у них основания. Но масса 125 гигагев в аннигиляции, а там же и заряженные, то есть заряженные и противозаряженные, там античастицы. Так вот, аннигиляция этих частиц, тут самый неожиданный результат вот этого подхода. И все опасения, касающиеся этой фабрики Хиггсов, они подтверждаются. Дело в том, что аннигиляция, на базе наших эфирологических представлений, аннигиляция бозонов Хиггсов в другой картине мира, может выглядеть так, как превышение мощности в месте совпадения пучков ускоряемых протонов на коллайдере, она может превышать номинал мощности чернобыльского реактора на 8 порядков. А машину Тесла в этом отношении превысит на 6 порядков. А машина Тесла, я напоминаю, по некоторым литературным данным, это она запустила плазмоид, который обернулся Тунгусским метеоритом и наделал делов у нас в Восточной Сибири. Вот что такое концентрация мощности в точке практически. Так вот коллайдер чреват, чреват вот этой вот самой аварией. Мы написали письмо вслед за вереницей ваших писем, но написали его сегодня. И хотим предложить конференции, Конгрессу в качестве одного, одной из возможных пунктов декларации, которая обычно составляется. Мы посоветовали бы администрации ЦЕРН воздержаться от продолжения вот этих вот своих потуг, добиться своего любой ценой. Вы понимаете, любой ценой вот что там делается. Они же не остановятся на четырех ТЭВах нынешних. Хотя, значит, они выйдут на номинал LHC коллайдер, а затем намерены встроить еще больший коллайдер на 25 ТЭВ. Тера, электрон, вольт. Чтобы поиграться, чтобы поиграться и в другую, и вообще. Здесь нужно шоу. Здесь нужна неразбериха не только в науке. Ну и... Я уж не говорю о политике, а во взаимоотношениях людей. Кстати говоря, последнее, Владимир Владимирович, последнее. Вот я назвал эти величины превышения. Но дело в том, что нечто похожее довожил на прошлой конферензе, здесь на Конгрессе, сотрудник, участник предыдущего Конгресса САЛЬ Сергея Александровича. И мы... Мы ссылаемся на его работу в подкрепление своих опасений. Вы понимаете? Спасибо. Он же говорил о том же самом. Он говорил о том, что цепная реакция этих взрывных процессов может на порядке, а он называл пять порядков. На пять порядков то примерно то же самое. На пять порядков может превысить... Ну, номиналы. Он говорил о взрывах атомных и водородных бомб. Вот, вот, что такое, вот, что такое бозон Хиггса. На этом я заканчиваю. Извините за... Пару вопросов. Расиди, я хотел бы просто замечание по поводу коллайдера. Я и с Владимиром Акевичем, и с вами здесь не согласен абсолютно. Вот видите, что дело. Дело в том, что коллайдер это тот же электронный микроскоп, тот же телевизор. Они принципиально ничем не отличаются. Но коллайдеры и будут встречные пучки. Что это такое? У них, значит, концентрация, количество электронов 10 в 11, ну, будет пределено в 12-й степени. Здесь полтона. Размеры этого пучка, вот это вот, например, такой длины 15 микрон. То есть, когда они уже от точки соприкосновения, где они взаимодействуют, это, ну, вакуум на уровне где-то 10 минус первое тора. Вот такие два образования, понимаете, проходят... То есть, это плохой вакуум? Это да, плохой вакуум. Вот, не больше, вот эти самые иглы 15-ти микронные. Когда они проходят друг с другом, 90% вот этих вот проаниктовение, вообще ничего нет. Вредчайшие случаи, когда они чуть-чуть начинают отклоняться эти частицы. Совсем редкие отклонения, когда они, значит, вот начинают вот скользить вот там друг от друга. И совсем редчайшие случаи... Не центральные удары. Когда, ну, там не центральные, там это вообще, там есть понятие сечения, это вот кружочек, где они сталкиваются. То есть, это не может быть, в принципе, цепочки какие-то, это самое. Это, вообще говоря, ловить надо, и берут они только тем, что 20, значит, 20 миллионов взаимодействий в трех местах, и две, вот это вот. И вот за счет этого набирается статистика. Ясно. Подождите, понимаете, еще и второй момент. Вот, значит, боязнь для того, что возникнет какая-то или черная дыра, или там какие-то, я их назвал, объекты-страшилки. У меня был большой диск, вот с гореликом Иваном, вот он, мой тезка, значит, и я ему сказал, аргумент очень простой. Вот если возьмете любую точку пространства в космосе, там со всех сторон друг на друга налетают эти, с какой-то вероятностью, эти протоны. Если, значит, хоть раз этот объект возникает, он, как вот все говорят, он начинает расти. То есть, значит, цифры я привел, там все мы рассчитали. Получается, что звезд старше трех с половиной миллионов лет нету в природе, не может быть. То есть, вот если эти объекты-страшилки возникают, то земли не должно быть. Понимаете, в чем дело? А может, по-моему, 400 миллионов. Расчеты неверные. А? Расчеты ваши неверные. Владимир Акетович, я с вами сяду, покажу их эти расчеты, они все совершенно точные. Мало того, у нас еще даже был объект траления. То есть, это вот каждый, значит, все время в объеме Солнечной системы. Солнце, звезда, сколько существует? А? Сколько существует четыре с половиной миллиарда лет. А вы говорите сто миллионов. Вот я говорю, вот если объекты-страшилки возникают, звезды, они должны жить больше трех половиной миллионов лет. Почему? Потому что они будут съедаться, этими объектами-страшилками. Вот Иван Горыль говорит, что образовалось все, всегда, досядно как-то радо липусу. Ваши расчеты неверные. Ну, Владимир, испроверили. Я вам покажу. Простите, вселенная необозрима. Где-то это может... Я прошу прощения. Иван Михайлович, в вашем сообщении есть несколько неточностей. Во-первых, разгоняют не электроны, а ядра свинца. Не свинца, это не только. Нет, минуточку. Мои знания исключительно из интернета. Но я поругался однажды с одним из исполнителей. Ядра свинца. Ядра свинца не учитываются, не учитывают наличие эфира. Когда у вас здесь летит, здесь летит, здесь летит, но все вместе это уже большое облако. Есть так называемые критерии Рейль-Нольца. Все, что я просил, показать, что критерий Рейль-Нольца не превысит 2000, потому что после 2000 начнется цепная реакция. Мы про вязкость толком ничего не знаем. Понимаете, крестую, оперировать с большими энергиями, не зная, к чему это дело приведет, не учитывая всякие параметры, которые вообще в расчеты не входят. Понимаете, это преступление. Нельзя этого делать. Вот я захожу в лес сухой, поджигаю спички дерева, оно не горит. Это то самое. Поджигаю большой спичкой, потом загорелось, а теперь ребята бежим спасаться. Нельзя таких вещей делать, потому что люди не представляют себе механизмы. Механизмом они не занимаются. а эксперименты ставят на таких энергиях. У вас слово сказать. Да, конечно. Значит, предлагается какой-то меморандум включить, что коллайдер это самая опасная вещь. Опасная. Совершенно. Неопасная вещь, это первое. А второе, значит, просто сделано для поддержания теории относительности. Вы знаете, правильно тоже. Микро-черные дыры существуют. Ну это же пишем. Мишка написано. Ничего они, это самое, когда у протона выбивается позитрон, нейтральная часть вещества, которая не обладает залядом, сразу в микро-черную дыру. Бояться ее нельзя. Ничего она в себя не поглощает. Поглощает черная дыра, это когда в 10 раз больше звезда Солнца. И это притягивает гравитация вот эта мощная. Ничего бояться этой, собирать их не надо. Ничего там что-то говорили. И чтобы вас на узкие подписывали, чтобы над Конгрессом потом смеялись. И подумайте, чтобы подписывать такие вещи. Антон Павлович, пожалуйста. Я хочу задать вам очень фикантный вопрос. Прошу извини. Я его задавал Бардину, который тут и шлифер. Спасибо. Я его задавал вопрос Бардину, Бардину, который... Шифер. Бардин. Бардин, да. Скажите, пожалуйста, закон взаимодействия двух частиц. Он мне ответил правильно. Ну, очень оригинально. Я хотел бы узнать, что вы ответили. И я отвечу его вопрос. Анатолий Павлович, еще раз. Закон взаимодействия двух частиц, взаимосвязи с тортовением двух частиц. Больше ничего. Неважно. Закон. Вы спрашиваете у меня? Да. В чем состоит закон? Да. В данном случае я говорю, не будем отвлекаться, я говорю об аннигиляции. Прежде чем аннигилировать, нужно... И антихиггса. А нету такого. Есть только электроны, позитроны. Все. Одна аннигилирующая пара. Все. Все остальные надунки. Антинитрина. Где вы его видали? Прочтили интернет и познакомились... Нету. Это все математические модели. Читайте лучше, за что даются Нобелевские премии. Антипротон. Прочитайте, что там написано. И кварки. Все это математические модели. Все 400 частиц короткоживущих это все математические модели. Читайте лучше, что там написано. Продолжение следует...